Или тот же локдаун, бах, и да, с неба свалилось, да, и больше работы нет. А на что жить, на что питаться, чем платить коммуналку, да, там еще что-то одеваться, надо как-то развлекать себя. И где тогда вот эта денежная подушка безопасности, где тогда это поле денег, а его нету. То есть будущего для коллектива нет, формы будущего нет. Формы устройства, как будем жить, нет. Объяснение, куда идем, нет, ну и так далее, да. И еще раз по кругу, разве это улучшает психическое здоровье? Нет, это его разрушает. Разве это по цепочке улучшает физическое здоровье? Нет, оно разрушает его. И при чем здесь вы опять, да, почему это должно на вас сказываться? Ну, на мой взгляд, никак не должно сказываться. А чтоб не сказывалось, да, значит, к этому нужно какие-то меры предпринять. И первое из этих мер, да, это ваше личное поле денег. И не надо его связывать с полем денег окружающих людей, находящихся в этой ситуации. Но, очевидно, более глупых, чем вы, да, которые, и вот мы по кругу, да, которые и придут потом к вам, да, давайте снимем порчу с денег, там, устраним препятствия, там и так далее. И если мы здесь уж говорим про деньги, то для того, чтобы хоть что-то, ну, теоретически предположим, что-то у него изменить, улучшить в лучшую сторону, то в этом случае нужно посмотреть, что ему нужно делать в этой жизни, в чем его основной опыт. Почему? Потому что все деньги всех, все деньги всех людей у них в этой жизни, в основном, это такая, как бы, аксиома из законов денег, они связаны с их жизненным опытом. Ну, то есть самые большие деньги к людям приходят, основной канал денег, он всегда связан с линией основного жизненного опыта. У мужчин это обычно какая-то внешняя деятельность, так же бывает, там, у 20% женщин, хотя, там, у многих это просто, ну, вот, что-то им дали, или какая-то формальная зарплата, они, там, перебирают бумажки на работе, а так, основной опыт быть хорошей матерью, ну, родилась в женском теле, там, и так далее. То есть вы должны посмотреть, чем занимается человек, что им, чем ему положено заниматься, насколько это совпадает. И первый, да, вот такой признак, что если человек делает то, что ему предназначено в этой жизни, в общем-то, на правильном пути, таков путь, таков путь, идет по линии своего опыта, то в этом случае это уже первая галочка, что, в принципе, здесь, ну, уже дальше можно посмотреть, и можно понять, да, чем ему можно в этом помочь, да, то есть, как бы, можно тут помочь, не можно. То есть, правильно, на правильном пути, на правильном, делаешь, что положено, да, делаю, что положено. Ну, вот тут можно посмотреть уже более мелкие детали, это первое. Ну, а если человек идет не своим путем, он исполняет чужую тхарму, то, ну, здесь будет полная ерунда, то есть, это первая причина, чтобы ему отказать, то есть, он, ну, не получится здесь ничего, колдуй, не колдуй, то есть, если он не на линии, да, своего опыта, ну, все это ерунда, то есть, это будут какие-то очень фрагментарные моменты, ну, чуть-чуть вот больше денег на очень короткое время, и потом будет все так же или хуже. Здесь, как бы, ну, это причина, еще раз, ему отказать, то есть, это фактически бесполезно, то есть, человек должен быть на линии своего опыта, своего предназначения, тогда можно рассматривать это дальше. Следующий момент, это то, что человек на самом деле думает про деньги, и вот здесь методом, да, ментального сканирования и автоматического письма, то есть, в комбинации этих методов нужно у него из подсознания вытащить его установки по деньгам. Напомню, да, что сознание 10%, по потенциалу, да, подсознание 90%, и здесь он говорит, хочу денег, там, да, да, я хочу, а в подсознании у него про деньги забита всякая чушь, то есть, если мы здесь говорим, здоровье за деньги купишь, он говорит, там, здоровье за деньги не купишь, там, богатый в рай не попадет, там, да, и прочее, прочее. Здесь нужно все это из его подсознания вытаскивать, ему показывать, он должен понимать, что это на самом деле так, ну, то есть, как бы, принимать это, да, то есть, да, блин, слушай, да, действительно, где-то в глубине, я действительно так и думаю, да, и все это нужно исправлять, то есть, нужно давать ему новые установки, он их должен, там, гигантское количество раз повторить, да, закачать в себя и действительно изменить в подсознании установки по деньгам, да, потому что иначе, чтобы он тут не говорил, его подсознание будет ломать эти ситуации, потому что деньги для него зло, ну, зло так оно, понимаете, да, то есть, если у него там чушь, а вам надо с этим совсем возиться, не надо, ну, и вторая, да, причина для отказа. Третий момент здесь, это любым доступным вам способом прогнозирования предсказания, вы можете посмотреть, насколько вероятна ситуация у него увеличения прихода денег, на какой срок, ну, то есть, опять там, да, вдруг в этом месяце этот товар хорошо продавался, да, в следующем опять будет плохо, и потом вообще всегда будет плохо, ну, то есть, насколько можно увеличить в этом месяце, на сколько прибыль, ну, там, на 10% или продавали обычно 120 штук в месяц, в этом месяце, ну, 150-180 вполне можно продать, если там, ну, сделать ритуал, да, подтолкнуть, ну, то есть, какие-то такие вещи, и если здесь что делай, что не делай, что толкай, что не толкай, все равно ничего, то есть, ну, это третья причина ему отказать. Дальше, допустим, ваша диагностика его ситуации показала, что и можно в этом месяце увеличить там на немножко, и в следующем, и в следующем, и в следующем, в общем, все правильно, на правильном пути там и так далее, и эти деньги должны прийти, но они должны прийти, куда? Они должны прийти вот в определенную, да, энергоемкость его тела, а его тело, да, мы же с вами только что вам сделали, да, оно кривое, косое какое-то там и так далее, то есть, оно не способно принять эти деньги, и вроде товар продался, и прибыль получена, она пришла, но тут пришли штрафы, да, тут, значит, разбил автомобиль, тут, значит, пожар в доме, и еще какая-то фигня, понятно, или заболел вдруг, то есть, эти деньги пришли, но они не пошли впрок. Этот момент, коллеги Викане, он происходит, ну вот, у 99% клиентов, которым даже что-то сделали, что-то подтолкнули по деньгам, эти деньги к ним пришли, но они им не пошли впрок, они им не пошли впрок, ну, то есть, это вот просто постоянно, это просто постоянно и наглядно, и поэтому, ну, как вы помните, да, даже есть такое вот в магических кругах рассуждение, ну, что пусть они лучше вам эти деньги принесут, потому что избыток денег у них, они все равно пойдет не впрок, что-то они потеряют, что-то не то съедят, там, да, пропьют, проиграют, там, еще какие-то, то есть, это им не пойдет на пользу, это явно для них лишнее, это явно для них избыток, да, то есть, ну, вот такой момент. Следующий момент для диагностики и, опять, да, причина для отказа, это определение, ну, как бы, можно так назвать кармы денег человека в этой жизни, ну, вот, сколько ему положено денег иметь, сколько не положено, как тут вот, именно он и деньги, да, в чистом виде, насколько здесь надо ему эту зону расширять, не надо, он расширил зону, да, и все нормально стало с деньгами, но он ее расширил за счет чего-то, ну, обычно за счет здоровья, то есть, да, потом он такой, значит, на инвалидной коляске, тут у него, значит, уже какая-нибудь эта трубочка, да, катетер, там, еще что-то, все, но вдруг, вот, он, там, гендиректора, там, туда-сюда, его, там, на минимуме возят, там, охрана выкатывает на коляске и так далее, да, как бы, да, деньги он увеличил, но они опять уходят на содержание и поддержание, да, его здоровье, и он разве доволен этим, он разве счастлив, он разве от этого мобилен или так далее, ну, то есть, уже, там, девушке по вызову он должен, там, в 3-4 раза больше платить, потому что он теперь инвалид, ну, то есть, да, здесь все взаимосвязано, если у человека, ну, изначально, да, кармически, еще один, да, момент, хреново все это с деньгами, и ему нужно, там, какие-то другие вопросы решать, и другой опыт получать, а деньги всегда в его жизни будут ограничены, то тоже причина для отказа, то есть, тоже ему, ну, особо, да, огородить здесь не имеет смысла ничего, потому что, ну, все это тоже, там, как мертвому припарки, это столь мизерное изменение, что овчинка в выделке не стоит, вот, и еще можно, да, там, насобирать кучу всяких моментов, которые нужно просмотреть у человека, прежде чем вообще что-то там, да, поталкивать ему по деньгам, и дальше, как бы, у вас, как оператора, да, ритуала по деньгам, то есть, толкателя, да, денег у кого-то другого, у вас тоже должна быть в запасе, да, вот эта энергетическая денежная подушка, ну, то есть, у вас вот там, да, в соседней комнате стоит там железный шкафчик, да, с секретным кодом вы его открыли, а у вас вот разные деньги в разной валюте, которые вы вот так взяли, вышли тут же, зашли в магазин, купили что надо там, да, или там заплатили кому надо там, и вы тут же их можете использовать и реализовать, вот они реальны, то есть, не банк их контролирует, подчеркну, не чужие дяди и тети, которые по каким-то причинам накладывают волю на ваши деньги и решают там, да, одобрить этот перевод или эту сделку, или не одобрить, или усомниться, или вообще вам счет заблокировать, а реальные деньги, которые вы можете подержать в руках, засунуть в карманы, понюхать, пожевать, вот они так шуршат, пахнут, так-то и так далее, вот тут же вы их можете реализовать, понятно, да, как даже в виде взятки кому-то, чтобы так закрыли глаза и вас пустили куда надо или пропустили там и так далее, ну, понятно, собрались сделать человеку ритуал там на 100 тысяч, ну, в любой там валюте, и это значит, да, что минимум у вас 200-300 тысяч в этой же валюте должно быть вот тут вот в соседней комнате, то есть, у вас это поле денег должно быть, чтобы вы могли это толкнуть, но тут есть тоже момент, некоторые мои коллеги, они четко придерживаются принципа четверти здесь, то есть, что вы толкать можете, ну, или притягивать, например, к себе или к другим обычно сумму, которая гарантированно притянется, эта сумма определяется как четверть от предыдущего месячного дохода, ну, грубо говоря, то есть, вы получили доход за месяц 100 тысяч чего-то там, и в этом случае по правилам вы не можете тянуть 150 тысяч в следующем месяце, а только 125, то есть, четверть. Почему? Потому что вот эта сумма в 100 тысяч четверть к себе притянет, и тело денег ваше там или человека способно это усвоить без травм и каких-то там неожиданных эффектов, да, то есть, вот это вот усваивается. Если вы потянете 150, ну, это как жал штангу 100, ну-ка поставь мне 150, вам блинов навешали, вы можете уронить ее, надорваться, травмироваться, да, то есть, чтобы не надорваться, деньгами такая же фигня происходит, поэтому аккуратненько всегда притягивается четверть. Ну, это я вам говорю, это не значит, что это надо всем рассказывать, там, тяните им, что хотят, да, но просто, да, еще раз, бывает, что у вас-то ресурс есть, притянуть им больше, оно к ним приходит, но они усвоить это не могут, это вылезет боком им. Ну, то есть, это я абсолютно вам точно говорю, это в 99% такая фигня, потому что люди, ну, ваши клиенты или кто приходит вот с такими идеями ритуала по деньгам, а они обычно люди туповатые, жадноватые, примитивные, с совершенно необоснованной, завышенной самооценкой самих себя, типа, а что я такой, я достоин денег, окопни его подсознание, там такая хрень, там, типа, господи, прости меня, не надо мне ничего там, ну, то есть, там совершенно другие желания, совершенно другие мотивации и так далее, да, ну, то есть, видите, сколько препятствий, и ритуал, и плата за него, если все эти препятствия, то такой ритуал, как бы вам не хотелось получить за него плату, он не сработает, да, то есть, все это будет пустое, за этим последует разочарование его, вас, да, вас, в нем, как бы, эти деньги, ну, по правилам, в идеале, вы должны вернуть хотя бы часть, ну, и так далее, то есть, это все пустое, поэтому, ввиду того, что люди имеют столько денег, что всегда где-то близко к тому, сколько им положено иметь в разные периоды жизни, ну, был богатый, потом потерял, был бедный, наоборот, разбогател, там, потом опять потерял, потом опять, ну, то есть, в разные периоды жизни бывает по-разному, люди тоже получают опыт с деньгами, пробуют разное, но мы-то с вами говорим про технические действия ритуала по деньгам, то в этом случае для него столько много препятствий, что, опять же, да, овчинка выделки не стоит, и, ну, когда люди просто маги, да, сидят и ведут приемы граждан с улицы, ну, понятно, как бы денег хочется, вот они соглашаются, там, внутри себя делать такую вот заведомую фигню, которая никакую порчу, ни с каких денег не снимет, никакие там пути никуда не откроет и препятствия не устранит, они все внутри человека, внутри заказчика такого ритуала, поэтому веканская магия такой фигней не занимается, и вам, как веканам, также категорически не рекомендуют такой фигней заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok